Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня четверг, а это значит, что телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях Татьяна Станиславовна Буравчикова, заместитель начальника территориального отдела номер 25 территориального управления Госадомтехнадзора Московской области, старший государственный административно-технический инспектор Московской области. Здравствуйте, Татьяна Станиславовна! Добрый вечер, Ирина Владимировна! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Рада вас приветствовать! Дело в том, что прежде чем мы с вами встретились сегодня в студии, мы выходили на улицы нашего города и провели небольшой опрос. Собственно, вопрос был очень простой. Что такое Госадомтехнадзор и какими функциями он обладает, что он делает? И вы знаете, мы были очень удивлены, потому что большая часть наших жителей говорила о том, что они не знают, что это за организация такая, чем она занимается. Хотя наши съемочные группы очень часто вместе с вами выезжают в рейды, в проверки и показываем это все нашим телезрителям. Но вот так почему-то получилось. И поэтому давайте начнем с вами наш разговор с того, что вы расскажете, что такое Госадомтехнадзор, какие ваши функции, задачи и полномочия. Основными задачами Госадомтехнадзора Московской области является наведение чистоты и порядка на территории Московской области, на объектах, на территориях и обеспечении комфортных условий проживания жителей всей Московской области. Что это обозначает, как бы я расшифрую. У нас в нашем отделе 7 человек, 7 инспекторов, за каждым из которых закреплена соответствующая территория, соответствующие поселения. Где-то одно поселение, где-то два. И инспектор, выезжая на территорию, наблюдает за территориями и объектами, находящимися на территории поселения, на предмет обеспечения чистоты и порядка. То есть смотрит, как убираются летом, как убираются от мусора улицы, детские площадки, за фасадами зданий строения, за теплотрассами, за всеми объектами, которые находятся на территории поселения. То есть чистота и порядок? Обращаются к нам жители нашего района. А много таких? Очень много жителей. У нас за период с начала года поступило 663 обращения в наш отдел территориальный по Ленинскому району. По каждому обращению мы всегда выезжаем на место. То есть смотрим. На самом деле, если жалоб факт имеет место, мы принимаем меры. В основном, если это, допустим, какие-то замечания мелкого характера, мы отделываемся предупреждениями. Сначала выявляем, кто там отвечает, допустим, за данное правонарушение. Это может быть, жители в основном жалуются, как и отсутствие уличного освещения, мусор на территории, парковка на газонах. Вначале мы выявляем, кто там ответственный за это, за эту территорию, за данный объект. За то же самое выявляем владельцев парковки машин в неустановленных мест и принимаем меры административного воздействия. Сначала это является предупреждением. Татьяна Станиславовна, ну вот самая актуальная тема этого года была детские площадки. Расскажите, какая работа была проведена, сколько рейдов? Работа проведена, детские площадки у нас даже, если вот по другим как бы опираются, у нас рейды и какие-то сезонные, как бы вот, допустим, теплотрасса, снегопад, летняя уборка, то детские площадки мы проверяем регулярно и постоянно. И даже зимой? И даже зимой. То есть мы за лето проверили все 100% детских площадок, а их у нас более 200 на территории Ленинского района. Зимой вот у нас сейчас повторный объезд этих площадок. Что мы проверяем? Ну самое главное, чтобы не было замусоренности на площадках и как бы согласно требованиям закона Московской области о благоустройстве в Московской области, на детской площадке должно быть обязательно мягкое покрытие. Все конструкции детской площадки должны быть безопасны. То есть мы проверяем не только там чистоту и порядок, а еще и на предмет безопасности. То есть как конструкции, допустим, наши инспектора, в основном мужчины смотрят там, насколько прочно закреплено все. Есть специальные нормативы там устройства детской площадки, на ней должно быть обязательно освещение. То есть 6 элементов должно присутствовать обязательно освещение. Где-то рядом должен быть контейнер, ограждение, мягкое покрытие. Ну не всегда не мягкое, но такое безопасное, так скажем, покрытие, потому что у нас поступают обращения, где требуют обязательно, чтобы было мягкое покрытие. Ну это не всегда обязательно. Есть понятие безопасное покрытие. Ну вот я знаю, что каждая детская площадка должна иметь сертификат. Как на территории Ленинского района с этим обстоят дела? Все ли площадки сертифицированы? Не важно. Пока не важно, обстоят дела. Почему не важно? Как бы это все вот у нас, ну эти требования новые довольно-таки. То есть закон наш, вот новое благоустройство обновлен с 30 декабря 2014 года, и название его немножко поменялось. Более оно стало такое понятное для людей. Раньше мы такого, как бы, мы и раньше проверяли детские площадки, но мы не требовали этих сертификатов. Мы смотрели просто, мусора есть на территории площадки или нет. Теперь мы требования эти предъявляем. Ну те площадки, которые были установлены до 2013 года, естественно, они устанавливались, допустим, строительными организациями, передавались иногда, вот управляющие компании не принимали эти сертификаты, ну как бы не нужны никому были. Сейчас это требование обязательно. И новые площадки уже, на новые площадки, которые устанавливались вот в течение двух последних лет, на них и есть сертификаты в обязательном порядке, да, на каждый элемент. Ну, примерно где-то полгода назад наш район посещала начальник главного управления Госадомтехнодзора Московской области Татьяна Семеновна Витушева. Ну, я не скажу, чтобы много было замечаний, потому что тогда и наша съемочная группа была. На этом рейде. Но было два серьезных замечаний. Я сейчас хочу попросить наших операторов включить небольшой фрагмент из репортажа. И мы сейчас его увидим, и наши телезрители. Как раз там озвучена первая проблема. Делегация направилась в Новомолоково, где их встречали представители управляющей компанией жилищного комплекса и руководство молоковского поселения. Здесь Татьяна Витушева оценила необычные архитектурные решения. Территорию не остались без внимания места для сбора мусора. Она отметила хорошую инициативу прививать людям привычку сортировать отходы, в частности пластик. А потом у нас заключен договор. Это трансвидная у нас, наш уважаемый подрядчик. И они уже вывозят мусор крупногабаритный, ТБУ и, соответственно, раздельный пластик. Еще один положительный пример сбора мусора был отмечен в частном секторе сельского поселения Молоковское. Площадка разбита на два сектора. Для крупногабаритного мусора и для бытового. Емкость каждого контейнера составляет 5 кубометров. Отметим, что обычные металлические баки вмещают лишь один кубометр. Это как эксперимент у нас. Посмотрим, естественно, мы тогда внесем какие-то коррективы. Ну, вот, надеемся, с учетом ваших требований, чтобы это не было за мусор на улице. Нет, где однозначно хорошее, тем более для частного сектора. А вот в сельском поселении Володарского дела обстоят хуже. Здесь и детские площадки находятся в ненадлежащем состоянии, и зоны отдыха после дождя оказались погружены в воду. Наблюдается явная нехватка парковочных мест. А в одном из дворов Витушеву встретил старый ржавый бункер для крупногабаритного мусора вместо аккуратных контейнерных баков. Ну вот, мы посмотрели фрагмент из репортажа Большого о визите Витушевой и Татьяны Семеновны в наш Ленинский район. Ну вот, прошло полгода, что-нибудь исправлено? Вот подтопление детской площадки в ненадлежащем состоянии тогда были? Да, после визита Татьяны Семеновны в Витушевой нами был составлен план мероприятия по устранению недостатков, которые выявила она в результате своего визита. Ну вот, основные нарушения, которые она выявила в поселке Володарского, это подтопление дворовой территории. Значит, администрации сельского поселения Володарска было выдано предписание в установленной стройке устранить это правонарушение. Они провели серьезную работу, подтопление было устранено. То есть они там, где вот эти лавочки, где бабушки сидели, сделали подсыпку ущебнем и гравием и устранили правонарушение. Второе правонарушение было по ненадлежащему содержанию контейнерной площадки в управляющей компании, это отсутствие одной секции ограждения и ржавой бункер. Там тоже пришлось администра управляющей компании выписать штраф, выдать предупреждение, и правонарушение было устранено. То, что было выявлено в результате этой поездки, все нарушения были взяты на контроль, и все было исправлено, все правонарушения были устранены. Сколько времени понадобилось на это? Ну, на некоторые очень быстро мы старались отреагировать. Это значит, в течение двух недель был установлен новый бункер, накопитель с площадкой. Подтопление немножко больше, потому что период как раз был, что тут у нас дождей летом, и пришлось подождать нормальной погоды, чтобы сделать планировку этого участка и устранить правонарушение. В тот день было еще и второе замечание. Вот давайте тоже с вами посмотрим, потому что эта тема актуальна по сегодняшний день, это парковка на газонах. В завершении своего визита Татьяна Витушева посетила районный центр «Город Видное». Здесь, как и в других поселениях, прошел флешмоб «Не паркуйся на газонах», организованный совместными усилиями Госадемпреднадзора области и представителями «Молодой гвардии». Большая проблема Подмосковья, особенно многочисленных городов нашего региона, это несанкционированная парковка. Большое количество, я бы так сказала, автохамов, которые паркуют свои машины, где хотят, когда хотят. И в любое время суток не дают возможности людям нормально жить. Акция «Не паркуйся на газонах» в этот день проходила по всей территории Московской области. Активисты «Молодой гвардии» вместе с сотрудниками Госадемпреднадзора прошлись по дворам и положили на стекла автомобиля листовки, предупреждающие, что парковка на газонах, детских площадках и тротуарах запрещена. Это было лишь предупреждение, а в следующий раз инспекторы начнут штрафовать нарушителей. Размер штрафа для гражданских лиц достигает 5000 рублей. Акция будет продолжаться, я уверен, что мы еще такие единые дни сделаем. И в единые дни даже мы будем мониторить сотрудничество с Госадемпреднадзором. Так что пусть жители Московской области знают, что парковаться на газонах неправильно и нельзя. Это будет наказано. Было ли наказано и продолжаются ли акции? Акция, конечно же, продолжается. Я об этом недавно в пресс-релизах по нашим поселениям размещала эту информацию. Здесь как бы обоюдными усилиями с администрацией городского поселения видно. Наводим порядок в этом плане. Администрация, что хочется, конечно, и сказать в плюс администрации городского поселения видно. В рамках программы по благоустройству дворов в территории сделали очень много парковочных карманов. То есть из шести элементов они почему-то сконцентрировались именно на этом вот пунктике. И как бы проблема с парковкой на многих дворах начала как бы решаться немножечко. Но немножечко. Основная часть, конечно, нарушителей. Как нарушали, так и нарушают. Особенно у нас очень много жалоб поступало с шестого микрорайона. И за период с начала года нашими инспекторами было выявлено незаконной парковки на газонах и на детских площадках более 220 транспортных средств. Значит, мы выявляем эти транспортные средства, делаем фотофиксацию, передаем информацию, запрос информацию в ГИБДД Ленинского района. Нам предоставляют данные о владельцах автотранспортных средств. То есть это все данные, где проживает. Паспортные данные, и мы составляем протоколы и выписываем постановление на данных правонарушителей. Заметно таких вот как бы в городе Видное, то есть у нас основная масса в городе Видное, в шестом микрорайоне таких, ну, заметно стало меньше парковаться нарушителей, потому что штраф никому не хочется. Сначала одну тысячу заплатить, потом второй раз пять тысяч. И вот буквально на прошлой неделе жители шестого микрорайона в отдел прислали нам даже благодарность по этому вопросу. Но работаем. Конечно, есть еще проблема, она остается, но стараемся, решаем. С жителями вообще как налажен контакт? Вам помогают? Жители, вы знаете, мы в основном контакт с кем налаживаем? Это уличкомы, в деревнях это старосты деревень. Мы не конкретно жителями, допустим, вот с каждого там дома, каждой квартиры. Нет, у нас есть люди, которые взаимодействуют с населением, это старосты деревень. Они нам очень часто звонят, если какие-то проблемы, мы выезжаем по их просьбе по устной. Уличкомы, ну это как бы уходит немножко в прошлое, но раньше вот у нас часто в просторгуевской части там были очень инициативные уличкомы, мы работали там вместе с ними. И вот так вот взаимосвязь с населением налажена. Ну у нас вот хотелось бы сказать, конечно, есть такие инициативные, в кавычках, жители, которые очень любят писать на портал там знаменитые Доброделы. Вот это книга жалоб электронная. Допустим, с Березовой очень часто поступает обращение одного жителя. Очень много мусора там от такого-то магазина, от Березовой до Жуковского проезда в районе гаражей, где вот люди идут из одного магазина в другое. Ну вы знаете, вот там администрация, как бы управляющая компания очень часто проводит уборку. Два-три дня проходит, там свалка, идут же сами жители из одного магазина в другой, или там, допустим, из одного микрорайона в другой. И все это бросается, вот мы сколько раз наблюдали, приезжали, ну просто идет человек и бросает или пакет, или идет из магазина, ест там что-то, кушает, тоже бросил. То есть сами жители, как бы, нет никакой культуры, а вот жаловаться у нас все очень любят. Но если жалобы, если такие вот жалобы, которые, допустим, обоснованы, это отсутствие освещения, естественно, мы очень помогаем, обращайтесь к нам, пожалуйста. Может быть, есть какой-нибудь контактный телефон, вы можете его озвучить? Конечно, мы эти контактные телефоны, во-первых, у нас на всех стендах, которые находятся около жилых домов и на территориях, есть наш телефон контактный. Мы его постоянно размещаем в газете «Видновские вести», постоянно на телеэфирах телефон говорим. И в основном это информация на стендах, которые размещает администрация вместе. То есть мы открыты для народа, и к нам очень много поступает в отделы обращений. Приходят к нам люди, советуются, что там, куда нам, допустим, если вот проблема нас не касается, вот нашей, ну, как бы, нашей работы, мы все равно людям подсказываем, куда им обратиться, как лучше вот поступить, чтобы снять вот их вопрос с жалобом. А для телезрителей телефон-то назовите. Пожалуйста, я назову вам два телефона, у нас в отделе два телефона, 8495-541-8100, это один телефон, второй телефон 8498-547-1932. В любое время можете звонить, и часто нам, кстати, у нас телефон может быть занят, потому что нам звонят очень многие с просьбами. Тем временем, Татьяна Станиславовна, у нас уже есть первый вопрос. Он от Александра, проживающего по адресу Советская, дом 44. Детская площадка возле дома просто засыпана гравием, и никакой речи о безопасности не идет. Проверки из каких-либо надзирающих органов никогда не было. А еще подвал захламлен всяким мусором. Ну, то, что детские площадки, никогда не было проверки, это, скорее всего, этого быть не может, потому что площадки у нас проверены все 100%. Как я в начале передачи сказала, что гравий, там нужно посмотреть, он может быть, это же не булыжники, он может быть специальный гравий, предназначенный для покрытия детской площадки. А какой это специальный? Какой должен быть специальный? Ну, в какой специальный? Ну, в мелкие, либо клубные. Мелкие, естественно, гравий, которые безопасны, об которые нельзя, допустим, удариться, разбить коленки людям. Ну, что хочу сказать, на самом деле, где мы выявляли такие серьезные нарушения, у нас в администрации городского поселения видно, было выдано очень много предупреждений, выписано очень много штрафов. И, если честно сказать, что 50% из них было не исполнено. А в связи с тем, что предписания наши были не исполнены, мы все материалы передали по неисполнению предписаний в ОВД Ленинского района Московской области. То есть, проходит месяц, предписания наши не исполняются, наши требования предписаний. Мы, как бы, уже второй раз мы не имеем права штрафовать за одно и то же правонарушение. Мы передаем по неисполнению предписаний документов в ОВД Ленинского района. Они уже там отрабатывают этот вопрос. Дальше. У меня сейчас вопрос, наверное. А вот я, наверное, запишу, значит, еще раз. Это улица Советская, 44. Советская, 44. Мы тогда еще раз, я просто выясню по нашей отчетности, сколько раз проверяли, и какие там были нарушения. Но еще раз, обратим внимание, если можно, телефончик пусть оставят. Спасибо. А по подвалу в жилищную инспекцию. В жилищную инспекцию Московской области это жилой фонд, как бы, то, что находится в жилом фонде. Это надзорные органы есть такой. Жилищная инспекция Московской области. У нее функции по жилому фонду. А вы, то есть, внутрь дома вы не входите? Нет. Татьяна Станиславовна, у меня сейчас будет, наверное, не очень для вас приятный вопрос. Но я должна его задать. Ничего страшного. Дело в том, что Главное управление Госадмоделемодзора Московской области ведет свой рейтинг. Да. Вот летом... Не совсем мы. Это Министерство ЖКХ Московской области. Мы просто даем какие-то свои гонки. Это чисто вот Главное управление. Он как раз в сфере чистоты и порядка выстраивает все муниципальные образования. И вот из 34 муниципальных районов Ленинский район по итогам осени был 23-м. Но это, конечно, лучше, чем за лето. Лето мы были 26-ми. Конечно, прогресс виден. Виден. Очень даже виден. Уж очень низковата цифра-то. Ну, в число лидеров мы не можем попасть. Вот хотя бы одну причину назову, и вы поймете, что комплексное благоустройство дворовых территорий. Значит, запланировано по комплексному благоустройству 34 дворовых территорий. На которых... Что такое комплексное благоустройство? Значит, там должно быть на самом деле комплекс работ проведен. Значит, выполнено освещение, установлена детская площадка, мягкое покрытие, контейнерная площадка, подъезды, парковочные карманы. У нас из 34 только 6 соответствовало вот этим обязательным 6-ти элементам. Остальное комплексное благоустройство заключалось, как я сказала, только вот в парковочных карманах. Но это не благоустройство. Это один из моментов. Значит, второй, значит, там по рейтингу, это сколько, допустим, предписаний, предупреждений было выдано по уборке, допустим, территории. Это у нас, мы говорим, осенний, да, рейтинг? Осенний. От мусора, от смета, от грязи. Значит, считается количество предписаний, предупреждений администрации. Это выводится в формулы у нас в главном управлении. Ну, 23-е место. Получается, будем... Даже не середина пока. Я вот сегодня понаблюдал по зимней уборке. Мне кажется, у нас все-таки прогресс есть. Я думаю, по зимней уборке мы как-то выйдем в лидеры. Наш район, не мы, все мы. Очень хочется. Потому что... Ну, вот сегодня я вышла из дома и приятно там удивлена была, что на самом деле вот иногда начинаются снегопады, и мы ждем только к обеду, где-то все это расчищается. Но сегодня вот как бы очень интенсивно у нас даже приезжали сотрудники, кто живет в Москве, и сделали вывод, что у нас лучше убирает. Ну, вот зима как бы по второму ходу уже, по второму разу заходит на нашу территорию. В первый раз, я не знаю, была ли проверка, а сейчас вы уже успели проверить? Кроме ваших личных ощущений. Сегодня сотрудники, естественно, все сотрудники отдела, ну, у нас начальник отдела в отпуске. Я, значит, сегодня занималась немножко другими отчетными вопросами. И вот два сотрудника, которые у нас конкретно на территории, они объезжали, значит, зафиксировали где-то, может быть, какие-то нарушения. Вот завтра это все мы посмотрим, что они зафиксировали, будем смотреть. Ну, сегодня как бы пока еще картина не ясна, потому что снег как бы только начался, и мы даем еще время на то, чтобы после снегопада прошло какое-то время, чтобы люди устранили про нарушение. Вот завтра мы уже поедем, если прошли уже сутки после снега, и если кто-то, какие-то там организации, ну, это в основном проверяем, кто у нас в местах общего пользования массового посещения. Торговые центры, подходы к школам, детским садикам, там, где люди идут. Управляющие компании, естественно, если завтра уже с утра там что-то будет не сделано, мы будем вызывать в отдел, принимать меры. Ну, вот я думала, что сейчас управляющие компании услышали, и если еще не навели порядок, то сделают это. А у нас еще есть вопрос. Анна Александровна задает его. Возле дома номер 8 по ПЛК с ранней осени на газоне стоит брошенная разбитая машина. И ржаветь на этом месте, видимо, будет долго. Помогите решить вопрос. Мы поможем. Если она... Я так чувствую, что человек обращался и в управляющую компанию, и к своему технику-смотрителю, которая за территорией надзирает, и в дом управления, как по-старому, и в управляющую компанию. Видимо, вопрос не решился. Значит, будем мы решать этот вопрос. Поможем вам, Анна Александровна. А вот как здесь помочь? Ведь это же чья-то личная собственность, эти брошенные. Помочь мы здесь, понимаете, мы будем как бы в этом плане... У нас нету даже, не предусмотрено ни по нашему закону, никаких мер, какие бы мы могли принять. То есть по нашему закону. Будем общаться с управляющей компанией. Я думаю, найдем выход, чтобы убрать эту машину. Естественно, если у нее нет номеров. Если есть номера, будем делать опять такие же запросы в ГИБДД, выявлять владельца и уже заниматься этим вопросом. А если без номеров, сейчас, по-моему, уже как-то законодательство немножко меняется в лучшую сторону, мне кажется, уже по закону, если машина там какое-то время стоит без хозяина, где-то я читала, что сейчас, в принципе, по закону можно будет ее эвакуировать. Ну, то есть ваша функция будет просто указать управляющей компании, чтобы они исправились? Ну, мы можем... Да, мы укажем в устной форме. Если не примут меры, мы, в принципе, не надлежащие содержание территории, есть такая статья. В принципе, можно будет... Ну, наказывать не хотелось бы, я думаю, что они поймут. И в основном-то управляющая компания реагирует всегда на наши устные замечания, очень как бы своевременно и быстро. В основном. Да. Сейчас зимнее время суток, темнеет очень рано. И вполне логичный вопрос. Освещение на территории Ленинского района. Освещение? В этом году, вы знаете, как никогда. У нас в том году, в прошлом году было намного меньше жалоб, чем в этом году. Что ж такое-то? Ну, что случилось? Первое, конечно, массовое количество жалоб – это с микрорайоном Бутовый парк, где строятся новые микрорайоны. Видимо, мощности не хватает. Сейчас они занимаются реорганизацией, реконструкцией сетей, там поселения, компания Мортон. Ну, люди от этого страдают. То есть очень-очень много обращений и повторных. Массовое количество. По шестому микрорайону иногда бывает там, где дома новостройки, где непонятно нам вызываем, значит, эти дома, которые сданы Ленн-Инвестом. Вызываем и Ленн-Инвест, и нашу администрацию городского поселения Видное. Ленн-Инвест нам несет акт разграничений, что они передали в городское поселение Видное, с подписью главы, исполняющей главы. С администрации городского поселения нам несут документ, что они ничего не принимали. И получается, что там два или три дома не могут найти своего хозяина. Вот этим вопросом пока мы еще до конца не могли разобраться. И разовые заявочки поступают с ПЛК-25 до сих пор. Удивительно, никогда советская 25, 23, 27 напротив курса. Предыдущие годы, я много лет работаю, никогда не было жалоб. В этом году какое-то уже количество времени поступают жалобы, что там дворы не освещаются. Удивительно. Понимаете, там, где серьезные проблемы, мы как-то входим в положение, и сроки там какие-то большие как бы даем на устранение. Но где вот просто фонарь нужно включить, конечно, это удивительно. Вы в начале нашего разговора сказали, что штат у вас очень маленький. Маленький. Всего 7 человек на весь муниципальный район. 7 из них, да. Дело производителя мы как бы не считаем. Кто-то еще помогает, кого-то привлекаете? Да. У нас есть очень хорошие помощники. Это внештатные инспекторы Госантехнадзора Московской области, которых мы как бы это... Которых рекомендовали наши поселения района. Ну, в основном эти люди из штата, городских и сельских поселений. Например, с Володарского два человека, очень активные там. У меня девушки, прям благодарна я им, что они выявляют как бы нарушения нам, высылают парковочные. Они должны, ну, как бы зафиксировать, составить такой же акт, как мы ставляем осмотр, присылать нам фотоматериалы. И мы уже можем без выезда даже возбудить дело административное. Мы в Волоковском поселении, у нас два внештатных инспектора, тоже очень активные люди. А чем они отличаются от вас? Ну, то, что вы штатные работники, получаете зарплату, это понятно. Пока они у нас, они работают за свою зарплату. Администрации, ну, планируется как-то их формировать. Единственное, что они не имеют права у нас составлять протоколы. То есть они вот нам бы как бы изначальный материал дают. А удостоверение? Удостоверение мы им выдали. У них точно такое же удостоверение, как наше. То есть они полноправно имеют право. Единственное, что они не имеют вот составлять протоколы, постановления. А изначальный материал они весь готовят нам. Много таких? Помощь серьезная, конечно, но все равно не хватает. У нас очень много, конечно, вот сейчас вот в связи с жалобами. Конечно, очень большое количество жалоб мы время тратим. Если раньше, допустим, инспектор выезжает на территорию, он просто конкретно смотрит, где фасад непокрашенный заходит в организацию. Где здесь вот мусор навалит, тоже пришел, вызвал там, повоспитывал, все убрали. Сейчас у нас просто шквал обращений, потому что наш госантехнодзор знает очень многие. Я не знаю, почему сегодня по опросу так получилось. И как бы с каждым годом, вы знаете, вот начинала работать у нас по обращениям была вот одна только вот, вот одна такая папочка. Сейчас мы просто весь кабинет у нас заставлен, обращение мы пройти нельзя. И на все приходится выезжать. Мы без выезда никогда ничего не отвечаем. Вот вы про фасады зданий затронули тему. Как быть с режимными, закрытыми территориями? Это интересный вопрос. И режимные предприятия, и вообще закрыты объекты, то есть территории, которые... Ну, закрыты объекты. Вот завод наш коксогазовый. Завод коксогазовый, гипсобетон. Мы имеем право проверять только прилегающую территорию. Но ограждение, кстати, имеем. А внутрь территории мы можем заходить только после того, как вышло распоряжение прокуратуры Московской области о проведении плановой проверки. То есть утвержден график этих плановых проверок. У нас в этом году было, по-моему, 12 в районе организации. Ну, вот в том числе и коксогазовый мы проверяли. А без такого разрешения прокуратуры мы можем только посмотреть фасады. Я имею ограждение коксогазового, допустим, завода того же самого. И прилегающую территорию. Если прилегающую территорию закрытого предприятия грязное, там мусором, мы имеем полное право их вызывать. Но внутрь нет. Вопрос с несанкционированной рекламой. Это тоже же ваше? Токсовые остановки, обклеенные частными объявлениями, углы домов. Тут как обстоят дела? Боремся. Очень много штрафов выписано. Работаем вместе. У нас очень постоянно просит новая организация. Дорстройсервис у нас, МБО, организовалась. Там отдел рекламы. Мы и с ними выезжаем вместе. В основном сейчас работаем. Нас хватает только на валютные магистрали. На такие улицы, которые на виду. Просто это физически. Мы за каждым объявлением физически не успеваем. Хотя вот в этом году у нас выписано штрафов по незаконной рекламе. Где-то более, наверное, 75 постановлений было вынесено. И такая приличная сумма там. Потому что и юрлицы, и физические лица. Все совместными усилиями с администрацией. Потому что им тоже поставлена задача бороться с этой незаконной рекламой. Как бы немножко преображается. У нас вот школьная улица. Мы вместе работали. Я работала с этим отделом по рекламе снова. Наш сотрудник Шмелев, Максим, работала по трассам по Каширскому шоссе, по Варшавскому шоссе. Работы очень много. И физически просто как бы охватить совместно с администрацией, когда что-то получается. А если вот... Еще вопрос у меня будет такой. Несанкционированная теперь торговля. Ну, летом это были арбузы и другие фрукты, овощи, ягоды вдоль трасс в основном. Сейчас появились стеклоомыватели. Или как правильно называется, жидкость для омывания стекол. У нас есть такая операция целевая, интересная. Называется она «Незамерзайка». Это каждый год мы ее проводим. Как только начинают эти торговцы появляться, естественно, у нас это надзорное мероприятие. К сожалению, часто иногда подъезжаешь, ни паспорта, ничего. Ну, в ВВД звоним в основном, чтобы они их привлекли в связи с тем, что у них нет паспортов. Или на месте штраф выписываем. Очень, конечно, это беда. И да, особенно вот очень мне не нравится, как едешь в поселок Развилка, там такая развязка. Там просто от них груды мусора, и вот все это они выбрасывают. Работаем. Сейчас вот у нас как бы приступили тоже вот недавно буквально к этой операции. Будут когда результаты, расскажем вам. Еще вопрос. Управление внутренних дел, они сотрудничают с детьми. Проводят у них целые циклы есть. Они юных инспекторов дорожного движения, там воспитывают и другие категории. А у вас с детьми работа проводится? Вы ходите по школам, что-то разъясняете? Ну, в основном это у нас как бы мероприятие проходит в начале года. Да, мы разъясняем. Как бы хотелось бы больше, конечно, сделать охват вот этих вот школ. Но работа ведется. Хотелось бы, конечно, почаще. И не только в начале там 1 сентября. Как бы в течение года устраивать такие. Ну, как бы мы учтем пожелания, если нужно, конечно, с детьми работать. Потому что если мама с папами показывают такие примеры, как я сегодня Березовая вам рассказала, то надо работать с детьми. Я вот сама лично во второй школе как-то проводила занятия. Дети с таким удовольствием слушали. Это просто им интересно так. Вопросы задавали серьезные взрослые. Как бы именно нужно, наверное, с детства воспитывать такое людям. Привить любовь к чистоте и порядку. И тогда у нас, может быть, не будет такого. Свалы каких-то там. Вот еще вопрос интересный. Его автор Сергей. ПЛК-25. Во дворе делают детскую площадку. Прямо на грязь и снег раскидали песок. И сверху сразу же настелили так называемое безопасное покрытие. Все это по весне растает вместе со снегом. Такое вот интересное. Вообще, сейчас, наверное, какие-то технологии есть, может быть, какие-то современные. Технологии. Это вопрос к администрации. По каким технологиям они работают. Но мы завтра проедем, просто посмотрим этот объект. Мне даже очень интересно. Я думала, что сейчас уже не устанавливают. Или, по крайней мере, как Молковское поселение. Они в прошлом году, в декабре, в деревне Андреевское установили очень шикарную площадку. Но покрытие они сделали только на следующий год, когда потеплело, высохло. И тогда они только сделали покрытие. То есть, дело нам все по уму. И у них очень все замечательно и красиво. Мы завтра посмотрим. Обязательно интересно. Если факт это подтвердится, что ждет управляющая компания или тех людей, которые делают это? Подтвердится в чем, смотря? Ну, в том, что действительно нарушаются технологии. Ну, мы сначала выясним, нарушаются они или нет. И посмотрим, как по нашей статье, по каким статьям подходит это нарушение. Тогда уже будем думать, что делать. Сейчас пока я не могу, пока я не вижу ответить на этот вопрос. Сама посмотрю. Интересно даже. Ну что ж, время нашего эфира подходит к завершению. Если вы не успели задать свой вопрос, обязательно позвоните. Мы его запишем и передадим Татьяне Станиславовне. И она ответит вам уже через газету «Видновские вести». Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Благодарю вас за сегодняшний визит. Спасибо. За интересный рассказ. И надеемся, это не последний, ну, не первый, и совсем не последний раз, когда вы приходите, для того, чтобы пообщаться с нашими телезрителями. Удачи вам, доброго вечера и до встречи в эфире. Доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok